Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. В комментариях к нашим предыдущим видео мы неоднократно встречали просьбы рассказать о танке Т-72. Ранее мы кратко останавливались на этом танке в видео «Танки, которые потерялись во времени», в котором речь шла о бронетехнике, которая была выпущена в больших объемах и наиболее длительное время состояла на вооружении различных стран. Ссылку на это видео вы можете увидеть в описании. Итак, в начале рассказа о Т-72 немного остановимся на предыстории его появления. В рамках модернизации серийных танков в КБ Уралвагонзавода под руководством Карцева был разработан и изготовлен опытный образец танка Т-62 со 125-мм пушкой Д-81 и автоматом заряжания нового, так называемого, бескабинного типа. Данная модификация получила обозначение Т-62АМ. Вместе с моторным КБ Челябинского тракторного завода, руководимого Трашутиным, была изучена возможность форсирования двигателей семейства В-2 до мощности 708 л.с. за счет наддува. На одном из опытных образцов, объект 167, была установлена и испытана усиленная шестикатковая ходовая часть. Первые два танка, объект 167, были изготовлены осенью 61-го года. Они успешно прошли сначала полномасштабные заводские, а затем и полигонные испытания в Кубинке. Машину рекомендовали к принятию на вооружение, но никаких дальнейших шагов не последовало. В московских кабинетах новый танк предпочли просто не заметить. В дальнейшем от принятия на вооружение объекта 167 отказались, ввиду частичной потери взаимозаменяемости с танками Т-55 и Т-62. Однако, несмотря на это обстоятельство, в Нижне-Тайгирском КБ попробовали создать машину с большей преемственностью ходовой части. Так появился объект 166М. От серийного Т-62 эта машина отличалась главным образом установкой двигателя В-36Ф, мощностью 640 л.с. и улучшенной подвеской. Ходовая часть включала 5 опорных и 3 поддерживающих катка на борт. Опорные катки были идентичны с примененными на объекте 167. Несмотря на то, что скорость движения по сравнению с Т-62 возросла, испытания показали бесперспективность такого варианта ходовой части. Преимущества шестикатковой конструкции стали очевидны. Проект нового танка рассматривался научно-техническим советом 26 февраля 1964 года. Новая машина, дипломатично заявленная Карцевым как модернизацией серийного танка, существенно отличалась от Т-62. Она имела корпус и башню с комбинированной бронезащитой лобовой проекции, ходовую часть объекта 167, 125-мм гладкоствольную пушку Д-81 со стабилизатором «Ливень», автомат заряжания карусельного типа, двигатель типа В-2 мощностью 780 л.с. с нагнетателем. Однако все усилия Карцева оказались напрасными. Совещание отклонило проект и этого нового танка. Тем не менее, можно констатировать, что к концу 1967 года на Уралвагонзаводе был опробован и отработан целый ряд компонентов основного боевого танка. В частности, как об этом уже упоминалось выше, на одном из серийных танков Т-62 был установлен и испытан автомат заряжания вкупе со 125-мм пушкой. Эта машина получила внутрозаводское обозначение Т-62Ж. Начало процессу создания танка Т-72 положило постановление Совета министров СССР от 15 августа 1967 года об оснащении советской армии новыми средними танками Т-64 и развитии мощностей для их производства, в котором, кроме прочего, говорилось о необходимости выпуска резервного варианта Т-64 и создании танка особого периода. Таким образом, все работы по новому танку в связи с отказом от предложения Карцева были сведены к доработке танка Т-64А. Первый образец танка Объект-172 был изготовлен летом 1968 года, второй в сентябре. От танка Т-64А они отличались перекомпонованным боевым отделением, так как электрогидромеханический механизм заряжания танка Т-64 был заменен электромеханическим автоматом заряжания с механизмом выброса поддонов и установкой челябинского двигателя В-45К. Все остальные узлы и агрегаты остались на месте. До конца года оба танка прошли полный цикл заводских испытаний и обкатку на полигоне Туркестанского военного округа. Динамические характеристики танков были достаточно высокими. Средняя скорость по шоссе составляла 48,7 км в час. Максимальная достигала 65 км в час. Летом 1969 года машины прошли еще один цикл испытаний как в Средней Азии, так и в Европейской части России. В ходе испытаний ряд агрегатов работал ненадежно, в том числе автомат заряжания, система очистки воздуха и охлаждения двигателя. Ненадежно работала и штампованная Харьковская гусеница. Эти недостатки были частично устранены на трех вновь изготовленных танках Объект-172, которые в первой половине 70-го года проходили обкатку на заводском полигоне, а затем в Закавказье, Средней Азии и Подмосковье. Работа с танками Объект-172, всего их было изготовлено 20 единиц, продолжалась до начала февраля 71-го года. К этому времени разработанные в Нижнем Тагиле узлы и агрегаты были доведены до высокого уровня надежности. Автоматы заряжания имели один отказ на 448 циклов заряжания, то есть их надежность примерно соответствовала среднестатистической живучести 125-мм пушке Д-81Т, 600 выстрелов калиберным снарядом и 150 подкалиберным. Единственной проблемой Объекта-172 оставалась ненадежность ходовой части из-за систематического выхода из строя гидроамортизаторов, опорных катков, пальцев и траков, торсионов и направляющих колес. Тогда в КБ Уралвагонзавода, который с августа 69-го года возглавлял Венедиктов, было решено использовать на Объекте-172 ходовую часть от Объекта-167 с обрезиненными опорными катками увеличенного диаметра и более мощными траками с открытым металлическим шарниром, аналогичными тракам танка Т-62. Отработка такого танка проводилась под обозначением Объект-172М. Двигатель, форсированный до 780 л.с., получил индекс В46. Была введена двухступенчатая кассетная система воздухоочистки, аналогичная применявшейся на танке Т-62. Масса Объекта-172М возросла до 41 тонны, но динамические характеристики остались на прежнем уровне за счет увеличения мощности двигателя на 80 л.с., емкости топливных баков на 100 литров и ширины гусеницы на 40 мм. От танка Т-64А были сохранены только положительно зарекомендовавшие себя конструктивные элементы бронекорпуса с комбинированной и дифференцированной броней и трансмиссией. С ноября 1970 по апрель 1971 года танки Объект-172М прошли полный цикл заводских испытаний, по итогам которых Объект-172М был принят на вооружение советской армии под названием Т-72 «Урал». Компоновка танка Т-72 была классической, с кормовым расположением силового отделения. Внешний танк очень напоминал Т-64. Отделение управления было расположено в носовой части корпуса по оси танка. Оно ограничено справа правым топливным баком и баком-стеллажу, слева – левым топливным баком, щитком контрольных приборов механика-водителя и аккумуляторными батареями с установленной над ними электроаппаратурой, сзади – вращающимся транспортером автомата заряжания. В отделении управления установлено сидение механика-водителя, перед которым на днище корпуса находятся рычаги управления, педали сцепления подачи топлива и привода стояночного тормоза, избиратель передачи с элементами блокирующего устройства. В отделении управления, кроме того, установлены гирокомпас, баллоны с сожжатым воздухом и аппаратура воздушного запуска двигателя. Часть боекомплекта спаренного пулемета, ящик для укладки в нерабочем положении прибора ТВНЕ-4ПА, бачок для питьевой воды, топливо-подкачивающий насос БЦН-1 и другие приборы и снаряжение. Размещенные в отделении управления механик-водитель, несмотря на большой угол наклона верхнего лобового листа корпуса, во время боя занимал положение сидя, а не полулежа, как на некоторых западных танках. Это обеспечено установкой его сидения в специальном углублении в днище. Боевое отделение расположено в средней части корпуса танка и башня и отделено перегородкой от силового отделения. Конструкция и компоновка танка обеспечивали переход членов экипажа из боевого отделения в отделение управления и обратно. В башне установлена 125-ти миллиметровая гладкоствольная пушка, автомат заряжания и приборы управления огнем. Справа от пушки расположено рабочее место командира, слева – наводчика. Справа на пушке установлен пулемет ПКТ, а над ее люлькой на крыше башни на специальных кронштейнах базовая труба прицела дальномера ТПД-2-49. В крыше башни над сиденьем командира расположена командирская башенка с люком, который закрывается крышкой, имеющей пластинчатый торсион. В командирской башенке установлены два прибора наблюдения тип 160 и командирский прибор ТКН-3. На башенке установлен зенитный пулемет НСВ-12-7. В корме башни расположен люк для выброса поддонов, механизм подъема кассет, досылатель и элементы привода крышки люка выброса поддонов. Перед сидением наводчика в башне установлены прицел-дальномер с пультом управления автоматом заряжания, ночной прицел, прибор наблюдения, подъемный механизм пушки. Силовое отделение расположено в кормовой части корпуса танка. Компоновка силового отделения выполнилась поперечным размещением двигателя, смещенного к левому борту. На отдельном постаменте фундамента двигателя закреплен стартер-генератор. Конический редуктор привода-вентилятора установлен на кронштейне, закрепленном на днище танка. Силовое отделение закрывалось крышей, состоящей из крыши над двигателем и крыши над силовой передачей. Носовая часть корпуса состояла из верхнего и нижнего наклона броневых листов, сваренных между собой, а также с передним листом крыши, бортами и днищем. Верхний лобовой лист корпуса наклонен под углом 68 градусов к вертикали и представлял собой многослойную комбинированную преграду стеклотекстолит сталь толщиной 80 плюс 105 плюс 20 миллиметров. Эта броня обеспечивала достаточно высокий уровень защиты от наиболее распространенных в 70-е годы 105-мм коммунитивных и бронебойно-подкалиберных снарядов. При существующем угле наклона, по некоторым данным, она эквивалентна стальной броневой плите толщиной 500-600 миллиметров. К нижнему броневому листу толщиной 85 миллиметров, наклоненному под углом в 60 градусов. Приварено крепление для установки оборудования самоокапывания и минного трава. Борта корпуса представляли собой вертикальные броневые листы толщиной 80 миллиметров в передней части и 70 миллиметров в задней. В средней части бортов варены подбашенные защитные планки для увеличения внутреннего объема корпуса и установки башни. Для защиты бортов танка от кумулятивных средств поражения были установлены бортовые экраны толщиной 3 миллиметра, выполненные из алюминиевого сплава. Четыре правых и четыре левых бортовых экрана закреплены к надгусеничным полкам и передним откидным щиткам. Для сохранности при движении танка полисистой и пересеченной местности бортовые экраны могли быть установлены в походное положение, поджато к боковым полевым щиткам. В боевом положении они должны быть расположены вперед под углом 60 градусов. Башня представляла собой отливку из броневой стали, к верхней части которой приварена крыша. Башня имела монолитную конструкцию с переменной толщиной стены. Толщина лобовой брони 400-410 миллиметров при наклоне 10-25 градусов. Толщина бортов в пределах 395-400 миллиметров при углах наклона 20-25 градусов. Справа от амбразуры пушки в башне имелась амбразура для спаренного пулемета. Башня расположена на шариковой опоре, верхний погон который соединен с донным листом башни, а нижний погон крепится к крыше корпуса. Вращение башни осуществлялось с помощью гидравлического и ручного механизмов поворота. Основное вооружение танка 125-мм гладкоствольная пушка Д-81ТМ Интекс Грау 2А26М и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ стабилизированный в двух плоскостях наведения. Дальность стрельбы из пушки с помощью прицела дальномера составляла бронебойным подкалиберным и кумулятивным снарядами 4000 метров осколочно-фугасным снарядом 5000 метров наибольшая прицельная дальность стрельбы с помощью ночного прицела 800 метров максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом с помощью бокового уровня 9400 метров Дальность Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 метра составляет бронебойным подкалиберным снарядом 2100 кумулятивным 960 метров Горизонтальный угол обстрела из пушки испаренного пулемета равен 360 градусов Боевая скорострельность пушки при автоматическом заряжании до 8 выстрелов в минуту при ручном 1-2 выстрела в минуту Стрельба из пушки испаренного пулемета производилась с помощью монокулярного стереоскопического прицела дальномера с независимой стабилизацией поля зрения вертикальной плоскости ТПД-249 Прицел дальномер позволял измерять дальность до цели в диапазоне от 1000 до 4000 метров с точностью 3-5% Для ведения стрельбы ночью использовался электронно-оптический монокулярный перископический ночной прицел ТПН-149 23 В качестве источника инфракрасного света для него предназначен осветитель Л2АГ Луна-2 с инфракрасным фильтром На командирской башенке была смонтирована зенитная установка ЗУ-72 предназначенная для стрельбы по воздушным и наземным целям Стрельба Стрельба по воздушным целям велась на дальностях до 1500 метров поназемно на 2000 метров Основными элементами зенитной установки являли 12,7-мм пулемет НСВ-12,7 утес люлька с противооткатным устройством зенитный прицел К-10Т рукоятки горизонтального и вертикального наведения магазин уравновешивающий механизм В боекомплект пулемета входили бронебойно-зажигательные патроны Б-32 и бронебойно-зажигательно-трансирующие патроны БЗТ Танк был оснащен двухплоскостным электрогидравлическим стабилизатором вооружения Сирень В комплекте с оптическим прицел-дальномером ТПД-249 стабилизатор вооружения обеспечивал автоматическое удержание пушки испаренного с ней пулемета в заданном положении в вертикальной и горизонтальной плоскостях при движении танка 22 выстрела к пушке размещались во вращающемся транспортере автоматозаряжания в любом соотношении 17 в немеханизированных укладках в корпусе и башне на танк на танке на танке топливе марок ДЛ, ДЗ и ДА, бензинах А66 и А72 и керосинах Т1, ТС1 и Т2. Основным видом топлива является дизельное. Перевод работы двигателя с диск топлива на керосин или бензин осуществлялся перестановкой маховичка трехпозиционного упора рейки топливного насоса НК-12 в соответствующее положение. В систему питания двигателя В-46 входило 4 внутренних и 5 наружных топливных баков общей емкостью 705 и 495 литров соответственно. Все баки последовательно соединены между собой трубопроводами. Внутренние баки сварены из стальных штампованных листов и для предохранения от коррозии внутри и снаружи покрыты бакелитовым лаком. Наружные баки сварены из алюминиевых штампованных листов и снаружи окрашены. С помощью специального оборудования к системе питания топливом могут быть подсоединены две дополнительные бочки емкостью 390 литров. Коробки передач планетарные с семью передачами вперед и одной назад с фрикционным включением и гидроуправлением. Поворот машины осуществлялся следующим образом. При прямолинейном движении включением в одной из коробок передачи на одну ступень ниже, чем передача прямолинейного движения. При этом машина поворачивается с определенным расчетным радиусом поворота. При движении на первой передаче или передаче заднего хода включается тормоз. Поворот осуществляется с радиусом равным ширине машины. Частичным выключением в одной из коробок фрикционов, которые были включены при прямолинейном движении и частичным включением фрикционов, соответствующих передаче на одну ступень ниже. На танке были установлены радиостанция Р-123М и переговорное устройство Р-124 на четыре абонента. Защита от ударной волны ядерного взрыва обеспечивалась броней танка и его герметизацией, а также установкой специального материала внутри танка. Защита экипажа от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериологического оружия обеспечивалась герметизацией боевого отделения и отделения управления, а также созданием в них избыточного давления очищенного воздуха. На танке Т-72 была установлена автоматическая система пожаротушения трехкратного действия. Противопожарное оборудование включало три двухлитровых баллона с огнегасящим составом, трубопроводы, соединяющие баллоны с боевым и силовым отделениями, и девять термодатчиков. Для тушения незначительных очагов пожаров в танке был ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2. На машине была установлена термическая дымовая аппаратура многократного действия. В качестве дымообразующего вещества использовалось дизельное топливо. Таким образом, система дымопуска обеспечивала постановку дымовых завес только при работающем двигателе именно на дизельном топливе. Танк оснащался оборудованием для подводного вождения танка, которое позволяло преодолевать по дну водные преграды глубиной до 5 метров и шириной до 1000 метров. Движение танка по дну осуществлялось на первой передаче. На монтаж съемной части требовалось 20 минут. Для подготовки танка к ведению огня после преодоления водной преграды необходимо было 1-2 минуты. Для отрытия окопов и укрытий танк Т-72 оснащался оборудованием для самоокапывания, расположенным снаружи на нижнем носовом листе корпуса. На части танков устанавливались ножевые минные тралы КМТ-6. Всем спасибо за просмотр! Если вас заинтересовало наше видео о танке Т-72, то ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. А также укажите, хотели ли бы вы увидеть продолжение рассказа о танке Т-72, а именно о боевом применении, основных недостатках и производившихся модификациях. Субтитры создавал DimaTorzok